Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! После недельного перерыва мы снова встречаемся. Как получилось, что мой отец в прошлую субботу ушел из этого мира? Борух бен Авраам. И чтобы было ему там на небе хорошо, значит, пускай этот урок, который я провожу, будет Лилу Нишама для поднятия его души в раю. Ну, там душа, она как раз получает силу только от того, что делает, от тех дел, которые оставила в этом мире. Да, уже сама душа ничего сделать не может. Она уже просто оп, взлетела туда, как шарик. И теперь, значит, или она долетит до хорошего места. Это уже только те дела, которые человек оставил здесь. Только эти дела, дела, потомки, ученики, какие-то проекты, которые душа организовала, дзнака. Это добрые дела, когда помогаешь кому-то, и идет это все для поднятия души. Все, вот. Мой отец, слава Богу, мне передал много хороших качеств, поэтому ему сейчас этот урок будет для поднятия его души. Борух бен Авраам. Все, и сегодня у нас 19-е Адара. Мы возвращаемся в ритм, в ритм Торы, да, ритм Торы, то есть нам Тора, она полностью дает систему, каким образом действовать в этом мире от создателя этого мира. О, вот Дамир, партнер, его папа тоже ушел 21-го января, это тоже буквально недавно совсем, да, вот так вот проходит время. Дамир уже много лет тоже проходит этот урок. Тоже, думаю, все, что Дамир сейчас делает, он может давать силу душе своего отца, душе своего отца, да. Это тоже очень важно. Каждое доброе дело, каждая молитва, каждое это вспоминать, что вот пускай от нее идет сила, сила душам наших предков, потому что без них не было бы нас. Это же очень понятно. Хорошо, мы возвращаемся в систему Торы. Тора нам сказала, что после 7 дней уже скорбить нельзя, потому что тот, кто скорбит после 7 дней о умершем, то получается, что он как будто бы Всевышнему говорит, я более милосердный, чем ты. То есть, ты его забрал, но... А я вот еще более милосердный, чем ты. Я все равно буду скорбить. То есть, 7 дней прошло, дальше мы входим в режим работы, жизни и так далее. Есть некоторые специальные траурные обычаи, которые нужно соблюдать, чтобы не забыть. 30 дней, например, есть, потом год первый есть и так далее, но уже мы продолжаем жить и служить Всевышнему. Значит, сегодня 19-я дара. И здесь мы вначале изучаем идеи Любавического Рэба, очень такие глубокие, как обрести небо на земле. То есть, здесь очень интересно то, что я обратил внимание, что человек, когда он уходит, с ним остаются только те дела, которые он делал во имя небес. то есть, вот, например, то, что мы сейчас учим Тору, вспоминаем и так далее. То есть, обычно уходят люди, когда уходили за последнее время великие артисты, великие художники, великие бизнесмены. Кто их вспоминает? Никто их не вспоминает. То есть, если у человека не было связи с духовностью, то его потомки, они не вспоминают его. Теперь, обретение неба на земле, это нужно при жизни успеть соединиться с духовностью максимально сильно. А как мы соединяемся максимально сильно? Опять же, молимся, учим Тору и делаем добрые дела. И тогда, вот это вот соединение со Всевышним, да, оно потом, когда человек умирает, чем он больше здесь соединился с небом во время жизни, да, чем больше он делал во имя небес, тем больше тогда при жизни он уже как находится в раю. И люди, которые верующие, по-настоящему верующие, прям верующие, верующие, они не страдают, им все понятно, им все понятно, Всевышний хозяин мира, он душу сюда вставил, он меня всю жизнь поддерживал, он душу забрал, все отлично, как бы человек верующий, он не будет сильно страдать, вообще, ни здесь, ни там. Теперь говорит Любович Стеревы нам идею, как обрести небо на земле, он говорит нам так, бывают два типа чудес, бывают чудеса, которые идут вне природы, и бывают чудеса, которые, они облачены в природу, и приводит он пример такой, чудеса, которые шли против природы, это, это были 10 казней дебетских, то есть, когда были 10 дебетских казней, когда вода превращалась в кровь, когда падал град, в котором был внутри огонь, а снаружи лед, и так далее, то есть, это было, конечно, вне природы, и поэтому оно произвело такой шок, и такое произвело это впечатление, что уже прошло 333 года, с того момента, как были исходы из Едипта, а мы все вспоминаем об этом, да, все время, каждый день, в память о исходе из Едипта, в память о исходе из Едипта, то есть, это настолько, вот это в море раступилось, то есть, настолько это произвело шок, что, ну, таких чудес практически нет, их очень мало от этих чудес, но, но, есть чудеса, которые облачены в природу, что это за чудеса, например, это чудо, кстати, два типа этих чудес, было во время Ханаки, чудо, которое было вне природы, это то, что масло, которое должно было гореть один день, горело 7 дней, а чудо в природе, это то, что, еврейский народ, они восстали против греков и победили, маленький, маленький, прямо народик такой, да, прямо, и тут греческая армия, и они сделали восстание, за два года победили, это было чудо, облаченное в природу, и он говорит, зачем нужно два типа чудес, два типа чудес, нужно для того, чтобы, если бы был только тип чудес, которые вне природы, что бы мы подумали, значит, мы бы подумали, что Всевышний проявляется только когда есть нарушение законов природы, если есть чудеса, которые только внутри природы, то тогда мы подумали бы, что Бог, он ограничен природой, а так мы понимаем, есть Всевышний, который вне природы, да, вне законов природы, и он может проявить, то есть это то, что нам дает надежду в случаях, когда надежды нет, когда вот просто мы, ну как бы вообще, ну есть, и вся Тора на этом построена, например, когда Авраам, Авраам, про отец Авраам, у него всю жизнь не было детей, и потом у него родились дети, когда ему было сто лет, а его жене было девяносто лет, царе, да, и это на всем протяжении всего, вообще всего, всей истории дает силу в ситуации, когда уже не на что надеяться, продолжать надеяться, и я уверен, что у многих были открыты чудеса, когда, ну вот просто надежды не было, когда, ну как бы, все говорило, что природа, все говорило, это нереально, а потом бах, что-то случалось, бывало такое тоже, вот, хорошо, и в принципе, когда мы знаем, что есть Творец Мироздания, который, он вне, он создал это Мироздание, он создал законы, и можно к нему обратиться, и есть вот эта сила, которая сильнее, чем законы природы, то это дает очень такой ракурс правильный, в Торе, кстати, интересно, что в молитве, когда мы обращаемся к Творцу Мироздания, да, Бог, Творец, это четырехбуквенное имя, Ют Кей Вав Кей, значит, мы обращаемся к тому, кто создал Мироздание, Творец, когда мы говорим, во время молитвы Всесильный, Бог Всесильный, Бог, это Творец, который вне Мироздания, Всесильный, это само Мироздание, но это Он же, это все Он же, только в Его разных проявлениях, понятно, да, идея? Теперь мы возвращаемся к недельной главе, сейчас у нас недельная глава началась, которая называется Ваякель, Ваякель, значит, само слово Ваякель переводится как Исабрал, Исабрал, Ваякель Моше Этколь Адад Бне Исраэль, и собрал Моше все общество сынов Израиля, Вайомар Алеем, и сказал он им, Эля Дворима Шевцева Шемля Асотутам, вот вещи, которые приказал Бог делать их. Мы пропустили одну главу, как раз вот отец мой умер, такая глава была, которая, можно сказать, одна из самых ключевых глав в Торе, очень жалко, что мы ее пропустили, это была глава про Золотого Тельца, про то, как Маше Рабейну поднялся на гору Синая, получая Тору, и как он задержался там, он задержался ненадолго, и как какая-то часть народа Израиля, которые ждали Маше Рабейну, сказали, Маше не пришел, и обратились к Арону, и сказали ему, сделай нам божество, которое пойдет перед нами, вместо Маше, им нужен был посредник, то есть они, не то, чтобы они не знали про Бога, они не могли не знать про Бога, то есть только что Бог на горе Синаи, лично они слышали, Анухи, Ашем и Локехем, Я Бог Всесильный Твой, Который вывел тебя из земли Едипетской, они видели, то есть они были на уровне пророчества, когда переходили море, то есть они не могли обмануться, и сказать, что есть что-то, или кто-то, кроме Всевышнего, единого Бога, Творца Мироздания, то есть это для них было стопроцентной очевидной реальностью, но они не могли общаться с этим абстрактным Богом, который сказал, что тот, кто увидит меня, или познает меня, тот умрет, не может человек остаться в живых, и увидеть меня, и остаться в живых, то есть им нужен был посредник, пока был Маше Рабейну, он идеально подходил под роль посредника, то есть они сами сказали, говори с Богом ты, и нам потом передашь, но когда Маше Рабейну поднялся на гору Синаи, не вернулся, они начали просить не Божество, которое, которое как Бог, да, они понимали, что не может Телец сотворить Мироздание, то есть если они видели, как этот Телец возник, то как может этот Телец быть тем Богом, который Творец Мироздания, ну очевидно же, это даже, даже любой, любой прямо, ну совершенно просто логически адекватный человек, он поймет, что Бог это Творец Мироздания, если Он сейчас возник, то это не Бог, то есть если Он уже возник внутри Мироздания, как это может быть Богом? Он не может быть Богом, но им нужен был этот посредник, и они попросили вот этого Тельца, и когда, когда появился этот Телец, вот вся глава предыдущая, рассказывает о этом золотом Тельце, это такая там тонкая глава, я даже, конечно, я хочу ее отдельно проучить, может быть я сделаю Блинедер, Блинедер это без обета, я бы сделал бы отдельно урок по вот этой главе, про золотого Тельца, именно с комментариями Малбима, есть такой Малбим, он каждое слово разбирает, что в Тории написано, чтобы мы по смыслу прошли, Блинедер, я постараюсь сделать этот урок, потому что мне самому очень важно еще раз проучить и понять, как там, что было, почему, как, конкретно, пошагово, как они могли попросить, как Аарон, родной брат Муше, как эта вся история получилась, там есть очень много преданий, устная Тора, как это все получилось, потому что, понятно, Аарон не хотел этого делать, он тянул время, и там была история про Миха, Миха это был один из, в общем, там целая есть история, был такой, Миха его звали, и он, в общем, я сделал отдельный урок, мне кажется, это очень важно было бы, да, Блинедер, Блинедер это без обеда. Хорошо, мы эту главу пропустили, в общем, после этого Машер Абейну спустился с горы, разбил скрижали, этого кельца сжег, значит, потом он сказал, сказал он этим самым левитам, да, колено леви, кто за Бога ко мне, они пришли, значит, и убили три тысячи самых главных и дало поклонников, и после этого Машер Абейну поднялся на гору Сина, еще два раза по 40 дней, и вот он спустился, это был уже последний раз, после того, как Бог просил, простил евреевский народ, Машер Абейну сказал, если ты хочешь уничтожить весь евреевский народ, уничтожай меня вместе с ним, сотри меня тоже, он говорит, что делать, если уже они, которые, потом тебя в раме, скака Якова, которые были в рабстве, которых ты вывел, которые видели все чудеса, если они не выстояли, то он говорит, как ты можешь, от кого ожидать, то есть ты создал таким человека, что он не может выстоять, и быть только духовным, и Бог говорит, ладно, простил, в общем, Машер Абейну уговорил Бога простить евреевский народ, и, значит, все, и мы начинаем эту главу, Ваякель, Машер Абейну их всех собирает, и говорит, что он говорит первое, да, в конце мы помолимся, давайте урок закончится, мы в конце помолимся за всех наших родственников, близких, тех, кто нуждается в выздоровлении, все, мы в конце сделаем молитву, хорошо, все, теперь, значит, Машер Абейну их собирает, и им говорит такую вещь, очень говорит вещь, с которой он начинает, когда Бог простил, он им говорит такую вещь удивительную, шешет я мим, те асе млаха, он им говорит, послушайте, говорит, шесть дней будет делаться ваша работа, уваем ашвии, а в седьмой день, и елахем кодыш шаббат шаббатон, а в седьмой день будет у вас святой шаббат, шаббат это остановка, отдых, шаббатон, значит, суббота суббота, да, такой отдых, отдых, остановка, остановка, как удвоенное такое слово, и этот день будет для ашем, он будет посвящен Богу, коль асе бомлаха юмат, каждый, кто делает в нем работу, умрет, да, так он им сказал, значит, давайте разберемся, почему настолько важен шаббат, почему это является таким принципиальным моментом в служении Всевышнему, почему, посмотрите, как работает, значит, каждую неделю, каждую неделю, значит, начинается день первый, вот сегодня день первый, и как было, как было во время сотворения мира, каждый день разворачивается день первой недели, сегодня день второй недели, потом день третий, день четвертый, день пятый, день шестой, разворачивается всю неделю какой-то процесс, Каждый человек живет в своих процессах и он все время пытается контролировать свой мир, пытается сделать свою жизнь лучше, пытается что-то там работать, заработать, других людей заставить, чтобы они делали то, что он хочет. В общем, все люди живут в каком-то своем таком управлении своим миром, да, где бы ни был человек, он пытается улучшить свой мир, тот, кто в тюрьме, он пытается там, у него какая-то его своя там ситуация страшная, да, и он пытается в этой ситуации что-то рулить, и там человек, который наоборот, человек, например, он в больнице, не дай бог, да, он в больнице. Я видел, как отец боролся за жизнь, как его организм, то есть он все время пытался что-то организовать, что-то сделать, как только он приходил в себя. Человек работает в бизнесе, он тоже старается, человек, нет у него работы, он тоже старается, то есть человек 7 дней, 6 дней недели он все время пытается улучшить, улучшить свою жизнь. И, но смотрите, как написано, 6 дней будет делаться работа, не написано будешь делать работу, а работа будет делаться. То есть 6 дней тоже бог управляет миром, то есть ты можешь планировать, хотеть, молиться, делать миллион планов, миллион действий, но будет то, что будет. То есть все равно работа делается, то есть ты делаешь свои действия, а результат, он создается, он делается, потому что на результат любого действия человека влияет очень много еще других законов, правил, других людей, ситуация. Вот представьте, сколько людей сейчас бизнесменов, их планы разрушились в Украине, в России и так далее. Сколько людей сейчас, которые планировали что-то, их планы сейчас сломались. Почему? Потому что работа будет делаться, ты делай свое, а результат будет делаться. А что делать в 6 день? В 7 день, значит, йо ма шви шаббат богу. И вот тут в 7 день в мир приходит новая энергия. Это энергия, когда Всевышний при сотворении мира, он остановился. Он остановился и появился. Это как другая энергия, другое пространство, другое состояние. И тот, кто верит, что 6 дней работа делается, он спокойненько 7 день остановится и посвятит его Богу. Говорят, интересно, что 7 день это основа, шаббат это макора браха, это основа благословения. То есть, если ты сумел в этот 7 день соединиться со Всевышним и набраться вот этой духовной силы, то 6 дней твоя работа будет делаться намного лучше. Твое состояние духовное будет намного лучше. Твой ракурс, твой взгляд на мир, он будет намного лучше. Ты понимаешь, что работа делается, жизнь она делается. То есть, процесс идет и он, ты можешь просто даже остановиться и он все равно будет идти. Ты можешь бежать быстрее, но это ты все равно бежишь в поезде. Знаете, как есть, человек ехал в поезде и он спешил. И он, значит, начинает поезд толкать. Стоит и толкает. Его второй спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, я поезд толкаю, ну, чтобы он быстрее ехал. Так ты же в поезде, он не будет быстрее ехать. Ты можешь его сколько хочешь толкать. Поезд едет, работа делается. И если ты все время думаешь, что ты все должен контролировать, то это будет очень сложно. Если ты понимаешь, что все в руках Всевышнего. Всевышний, он, в принципе, справлялся без каждого из нас на протяжении тысяч лет. И когда нас не будет, Всевышний тоже справится. И люди вокруг справятся. И человек, который привык все контролировать, он думает, что все, вот я сейчас отпущу контроль и все. Не все, все будет все равно, как-то все будет. И, значит, что вот когда ты седьмой день можешь остановиться и полностью посвятить свои связи со Всевышним, это называется шаббат-шабатон. То есть это то, чего Всевышний ждет. И я сейчас расскажу одну историю, очень интересная история, показывающая, что такое шаббат. Значит, смотрите, что. Был один царь. Царь, который, допустим, в Римской империи, там был не царь, а цезарь он назывался. Цезарь, а потом стал царем в других странах. И он император, можно его назвать. И этот император, он попадал несколько раз в одну и ту же ситуацию. Он берет, назначает кого-то генералом. Назначают его генералом. Генерал становится, у него армия. И царь его посылает на войну куда-то на край империи. Этот генерал идет на войну на край империи, побеждает. И когда он побеждает какой-то там дети народ на краю империи, он после этого поворачивает армию и идет войной на императора для того, чтобы захватить власть. Ну, одна внутренняя война. Царь побеждает этого генерала. Посылает второго генерала. Опять тот побеждает в войне и идет против царя. Третий раз. Опять он с армии идет, побеждает где-то на краю империи в войне. И возвращается и нападает, хочет воевать царем. Тогда уже четвертый раз, когда царь назначил генерала, он ему говорит, смотри, говорит, ты не генерал. Ты мой помощник, который выполняет четко мои приказания. Вот сейчас я тебя посылаю на вот эту войну. Но каждый седьмой день, независимо от того, что происходит на фронте, там без тебя справятся. Ты приезжаешь обратно, садишься на лошадь, приезжаешь обратно ко мне, докладываешь, получаешь новые указания и, значит, возвращаешься обратно на войну. Понял? Тот говорит, понял, все отлично понял. И он начал каждый седьмой день приезжать к царю, к главному царю и докладывать о ситуации. И он понимал, что он всего лишь посланец. Это не его армия, это не его ситуация. Это он посланец царя. И больше он тогда, понятное дело, ему в голову не приходило идти воевать царю. Когда человек каждый седьмой день посвящает день своей жизни на связь, на укрепление своей связи с Богом. Когда он посвящает этот день благодарности, молитве, семье, то, что делают в шаббат. То есть шаббат делают, это день благодарности, это день, который называют его 1,6 грядущего мира, рая. 1,6. Когда ты создаешь себе условия, когда ты никуда не бежишь. Ты все подготовил заранее, как человек в течение жизни готовит себе свое духовное пристанище. Ты все подготовил заранее, ты все подготовил, значит, еда готова, одежда готова, квартира убрана, гости приглашены с тем, ты хочешь встретиться в шаббат. И ты в шаббат, значит, три раза помолился Всевышнему, три раза покушал и изучаешь святые книги, читаешь псалмы идеально. Вот это вот то, что нас ждет после выхода из этого мира, постоянная связь со Всевышним. Все, это было самое главное, то, что Машарабейну им сказал. Если ты будешь каждый седьмой день связываться со Всевышним, ты уже эту связь не нарушишь. Поэтому шаббат это основа веры во Всевышние. Все, теперь давайте, я сейчас еду как раз на кладбище на седьмой день. Есть такое обычае, приезжают на кладбище, читают псалмы, и 10 человек со мной едет, мужчин, значит, едем мы на кладбище, поэтому мы сейчас урок заканчиваем. Я хочу помолиться за всех, кому нужно полное выздоровление, чтобы было рифа шлема, чтобы было полное выздоровление. Рифата нефеш, верифата гуф, выздоровление души, выздоровление тела, чтобы было ради чего жить. И чтобы человек, который выздоровеет, чтобы он сделал много добрых, хороших дел, и его родственники сделали много добрых, хороших дел ради того, чтобы их близкие выздоровели. Все, одно из хороших дел, это молиться друг за друга, это очень помогает. Очень я оценил, все семьи ко мне приходили домой, надо три раза было в день молиться в доме, я не выходил. Очень много людей приходили, молились, помогали. Спасибо огромное, это очень важно. И сколько ты успел сделать для других, столько же к тебе потом вернется. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы все ваши близкие в первую очередь были здоровы, и чтобы все их материальные сложности были решены, и чтобы все это было в благодарности Всевышнему. Все, всем хорошего, прекрасного дня, хорошей недели. Все, счастливо. И чтобы, главное, не было войны, давайте помолимся, чтобы не было войны, потому что мы чувствуем, как больно, когда один близкий болеет, или два близких болеют, а когда, не дай бог, будет десятки тысяч, если раненых и так далее, то это страшно, чтобы не было войны. Все, всем шалом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok